Китай уже не догнать, ведь это самая развитая страна в мире. Темпы экономического роста Китая в разы превосходят все остальные страны. Страна имеет самую быстро растущую экономику мира за последние 30 лет. Строительство осуществляется в беспрецедентных масштабах. В настоящее время Китай использует половину всего цемента, производящегося в мире, и треть всех объемов стали. Количество высотных домов, возводимых в Китае, ежегодно составляет почти половину общего количества домов, которые строятся в мире. Днем и ночью во всех городах Китая работают башенные краны. По прогнозам, количество представителей среднего класса в Китае к 2020 году возросло со 100 миллионов до 700 миллионов. Количество людей, которые могут приобрести элитный автомобиль, стремительно растет. В соотношении с Россией эти показатели 95 к 5%. Увеличение парка автомобилей еще более ускоряет темпы дорожного строительства. По всей стране проводится реконструкция существующих дорог и строительство новых скоростных магистралей. В год тратится до 200 миллиардов долларов США. А ведь эта сумма чуть меньше общегодового состояния всей России. Ну а в России тратится в 100 раз меньше. Ну а теперь интересные факты о Китае. А перед этим не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На китайском «бу-чи-роу» означает «мы не едим мясо». Сейчас эти слова звучат все чаще и чаще. Китайцы любят поесть. Еда – важная часть их культуры. Несмотря на то, что Китай дал миру тофу, китайцы очень любят мясо. Но в наши дни все больше и больше китайцев становятся вегетарианцами. Не потому что вынуждены, а потому что так хотят. Конечно, овощи дешевле, поэтому некоторые отказываются от мяса ради экономии. Также нельзя отрицать многовековое влияние буддизма, который учит своих последователей состраданию. И многие буддисты становятся вегетарианцами. Также у населения растет экологическая сознательность, особенно среди молодых людей. Поэтому в Китае появляется все больше и больше вегетарианцев и веганов. В основном старше 20 лет. Так что Китай скоро станет страной с самым большим количеством вегетарианцев и веганов в мире. Около 30 миллионов китайцев живут в пещерных домах под названием Яо Дун. Это больше, чем, например, население Австралии. На протяжении более 4 тысяч лет в северном Китае люди жили в пещерах, известных как Яо Дун. Что с китайского переводится как дом-пещера. В этих домах очень комфортно жить. Летом там прохладно и тепло в зимние месяцы. Если в жилище есть современные удобства, такие как водопровод и электричество, простая трехкомнатная пещера с пристроенной ванной комнатой и площадью всего 70 квадратных метров на рынке может стоить 46 тысяч долларов. А простая однокомнатная пещера без водопровода сдается за 30 долларов в месяц. В Китае до сих пор есть смертная казнь. Применяется в 4 раза чаще, чем в других странах. Официальная статистика до сих пор не сообщает точного числа казненных. Ориентировочно оно составляет 15 тысяч в год. Подавляющее большинство казней применяется за незаконный оборот наркотиков в крупных размерах и коррупцию в крупных масштабах. Я думаю, есть еще одна страна, в которую стоит нести этот закон. Можете написать в комментарии свое предложение. В Китае уровень загрязнения воздуха превышает допустимый во много раз. Уровень загрязнения воздуха в большинстве городов Китая, таких как Пекин, Шанхай, превышен во столько раз, что вред причиняемый здоровью от дня пребывания в этих городах примерно такой же, как если выкурить пачку сигарет за день. В 2013 году китайская 8-летняя девочка, проживающая на востоке Китая, стала самой юной пациенткой с диагнозом рак легких, который был вызван загрязнением воздуха. А вы представьте курильщика из России, который поживет хотя бы год в одном из этих городов. Китай является самой населенной страной в мире, вмещая в себя почти 1 миллиард 400 миллионов человек. За последние 300 лет население Китая выросло более чем на миллиард человек. Китай был одной из мировых экономических держав на протяжении большей части двух тысячелетий и придерживается своей культуре по сей день. Если вы сейчас кушаете, следующую минуту видео можете перемотать. Итак, шестой пункт. В китайском городе Дуньяне признанным деликатесом являются яйца, сваренные в моче мальчиков-девственников. С приходом весны китайский городок Дуньян окутывает странный, но знакомый каждому местному жителю запах. Запах мочи. Это готовит популярный местный деликатес. Тунцзи дань, что в переводе означает «яйцо мальчика». При этом моча должна обязательно принадлежать мальчику-девственнику. Но, как уверяют местные гурманы, яйца получаются очень вкусные и уходят с лотков, как горячие пирожки по цене полтора юаня за штуку. Сложно представить жителя России, который в кругу семьи довольствовался бы таким деликатесом. В Шанхае был установлен рекорд на самую большую автомобильную пробку. Ее протяженность составила 99 километров, а продолжительность 12 дней. Причем застрявшие в ней водители в некоторые дни приезжали всего около одного километра. Чтобы преодолеть весь участок пути, им пришлось стоять около недели. Последний, не менее противный пункт – это наши с вами домашние животные. Ежегодно в Китае съедают 4 миллиона кошек. Для практически всех европейских стран блюда из кошатины звучат дико и употреблять их в пищу табу. Однако есть страны, где кошатину можно уплетать хоть на завтрак. В мире существует две страны, в которых можно легально продавать и покупать мясо кошек. Это Китай и Южная Корея. В этих странах бесчисленное количество рынков, где не составит труда приобрести мясо домашних животных. В основном подобные места торговли находятся в Китае. Конечно, список странностей Китая можно продолжать очень долго, но культура и обычаи заложились в люди в десятки поколений назад. И мы не вправе осуждать то, что они считают нормой. Мы просто удивляемся и делаем для себя выводы. В следующих выпусках вас ждет много интересного и шокирующего. Подписываемся на канал и нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Продолжение следует...